Ассаляму алейкум! Вы смотрите ЧБ подкаст. С вами Амир Хан, а Сереги с нами сегодня нет, потому что у нас в гостях два гостя, как по традиции, шейх Андрей и шейх Вадим. В преддверии 10 дней Зульхиджа мы решили посвятить этот выпуск хаджу, а также празднику Айдул-Адха, Курбан-Байрам. И начнем с истории. Откуда появился сезон хаджа, его истоки и так далее. Ассаляму алейкум! Алейкум алейкум! Ахмадуллах и Абракату! Благословенный праздник жертвоприношения не является чем-то новым нововведением каким-то в исламе и не является праздником только мусульман, потому что он уходит своими корнями во времена пророка Ибрагима, мир ему, который считается праотцом всех авраамических религий. Также пророка Ибрагима чтят и уважают в иудаизме, в христианстве, как все мы знаем, и в большей степени его любят и ценят в исламе. И начался этот праздник еще с его времен, когда Всевышний Аллах для того, чтобы испытать Ибрагима, приказал ему принести в жертву его первого сына Исмаиля, алейкум салям, который также являлся пророком. Всевышний Аллах испытал пророка Ибрагима, приказав ему принести в жертву собственного единственного сына, на что полностью согласился пророк Ибрагим, потому что он был мусульманином в полном смысле этого слова. И ощущая и осознавая свою связь со Всевышним Аллахом, он со спокойным сердцем был готов принести в жертву даже собственного сына. Но в последний момент Всевышний Аллах, увидев его покорность, он заменил эту жертву на жертвенное животное, на барашку. В принципе, это вкратце о предыстории праздника Айд-Аль-Адха, он же в тюркских народах называется Курбан-Байрон. Ну, как мы знаем, в связи со сложившейся ситуацией, сейчас хадж невозможно сделать тем, кто проживает за пределами Саудовской Аравии. Разрешено только делать тем, кто проживает на территории Саудовской Аравии. И мы не будем в этой передаче углубляться именно в ахкамы, то есть в восстановление, положение, как совершать хадж. А разберем именно достоинства хаджа и достоинства 10 дней дуль-хиджи. Всевышний Аллах, субханаху ва-та'аля, возвысил одни дни над другими днями. Точно так же, как возвысил Он одни ночи над другими ночами и одни месяцы над другими месяцами. И к одним из возвышенных дней года относятся 10 дней месяца дуль-хиджи. Всевышний Аллах, субханаху ва-та'аля, говорит в Коране «Вальфаджр, валаяльин ашр». То есть «Клянусь утренней зарей и клянусь десятью ночами». И приходит в тафсирах этого аята, что под десятью ночами, здесь имеется в виду первых десять дней месяца дуль-хиджи. То есть Всевышний Аллах поклялся этими днями. Соответственно, в этих дней, если сам Всевышний Аллах, субханаху ва-та'аля, клянется этими днями, у них есть определенное достоинство. И достоинства этих дней раскрываются в сунне пророка, саллиллаху алейхи ва-салям. Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва-саляму алейхи, сказал, что в эти нет лучших деяний и более любимых перед Аллахом, кроме тех дел, которые совершаются в эти десять дней. Первые десять дней дуль-хиджи. И тогда один мужчина спросил, и даже борьба на пути Аллаха, либо же сражение на пути Аллаха, и пророк саллиллаху алейхи ва-саляму сказал, да, и даже сражение на пути Аллаха не является лучшим, чем добрые деяния в эти десять дней. За исключением одного случая, когда человек ушел сражаться на пути Аллаха со собственной душой и собственным имуществом, и не вернулся ни с чем из этого. То есть он положил свое имущество на пути Аллаха и положил свою душу в борьбе на этом пути. То есть только этот человек лучше того, кто совершает добрые деяния в первые десять дней месяца дуль-хиджи. А вот мы знаем, что в Рамадан тоже есть десять дней. Они тоже считаются лучшими днями. Десять ночей. Десять ночей, да. А, вот как нам сравнить вот этот между ними? Ну, во-первых, только шейх Вадим обратил внимание, что там десять ночей более достойно, а здесь более десять дней. Несмотря на то, что в Коране говорится «уаляй алина ашир» и десятью ночами, но мы, когда говорим в языке, даже в русском у нас есть такое, что я уехал, допустим, я взял каникулу на семь дней или уехал в путешествие на семь дней. Это не значит, что ты на семь дней. Это значит и семь дней, и семь ночей. Да. Безусловно, семь суток. Семь суток. Но у нас слово «сутки» мы употребляем иногда слово «дни», иногда слово «ночи». Они взаимозаменяются с точки зрения любого языка. Также и здесь. В исламе, в некоторых хадисах говорится, что какое-то деяние лучше. В другом хадисе говорится, такое-то деяние лучше. В третьем хадисе третье деяние лучше. Это значит, что в каком-то конкретном контексте, в каком-то конкретном месте, в какое-то конкретное время есть какие-то деяния лучше. И это не обязательно, что это абсолютно лучшее деяние в абсолютно всех ситуациях. Но в эти десять дней, в эти десять ночей, любое благодеяние, которое человек совершает ради Аллаха, оно ценится несравнимо больше, чем в другие времена. Есть какие-нибудь указания в Суни, какие именно из дел благих нужно делать в эти дни? Вот человек не поехал на хадж, он остался дома, и он хочет провести эти десять дней в поклонении. И как по максимуму по Суни ему провести эти десять дней? В первую очередь, я думаю, мы, шеиха Мудима, можем по очереди упоминать какие-то моменты. Первое — это должным образом и своевременное выполнение обязательных предписаний религии. Потому что человек зачастую, может быть, обычный мусульман может думать, что за исполнение обязательных предписаний религии он не получает награду. Он просто ставит галочку, освобождается от греха, но награду он получает только за совершение сунны, либо же мустахаба, что в корне не так. Потому что за любое обязательное деяние, за любое обязательное предписание человек получает несравнимо больше награды, чем за любую сунну. И это нужно понимать. Поэтому своевременное исполнение молитв обязательных, своевременное выполнение всего того, что должен человек, будь то касается поклонения, либо же взаимоотношений, оно относится к добрым деяниям. Это в первую очередь. Также в Сунне передается, что пророк, сараллаху алейхи вассалям, от его жен передается, что он соблюдал пост в эти 10 дней, то есть в 9 дней, 10-й день, день праздника. Как раз это 10-й день, день праздника, пост соблюдать нельзя. В праздничные дни нельзя соблюдать пост, то есть нельзя держать пост. А я слышал, что пост держится именно Ямуль Арафа в день Арафа. Ямуль Арафа отдельно есть хадис от посланника, Аллаха сараллаху алейхи вассалям, что пост в день Арафа, для тех, кто не на Арафа, то есть не для тех, кто в хаджи, является искуплением грехов за прошлый год и за этот год, то есть за текущий год. То есть у этого выделил просто этот день? Да, да. Но это не значит, что только в этот день. Да, то есть этот пост крайне желательный. Желательны также посты, как и пост, являются великим деянием, мы все знаем, великим, хорошим и великим приближением к Всевышнему Аллаху, особенно в эти дни. Поэтому человек может совершать побольше благих деяний, больше садаки давать, зикар читать. Мы также не упомянули, что в этих с наступлением месяца Зодих Хиджа произносят тагбиры, то есть не Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Лаиля, Аляля, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар и Аллаху Акбар, вот эти тагбиры, они произносят на протяжении всех 10 дней. Всех 10 дней. Еще плюс после, когда наступает праздник, да, потом еще в Айя Майташрик, то есть вот три дня после праздника, еще три дня, и совершаю, после каждой обязательной молитвы произносят эти тагбиры. То есть они разной формы есть, мы не говорим только вот такой тагбир, в Сунни приходит большое количество. Эти тагбиры произносить нужно вслух? Да, да, вслух передается от Ибн Умара, что он выходил на рынок, ходили они с Ибн Аббасом, если я не ошибаюсь. И они ходили по рынку и ходили и произносили эти тагбиры, призывая людей так же произносить эти тагбиры. Она сейчас это Сунна, она забытая Суна на самом деле. Мы сейчас максимум, что мы можем увидеть, это тагбиры, которые произносят уже на праздник. И они произносятся эти тагбиры, начиная с фаджр, с фаджр молитва первого дня месяца дульхиджа и заканчивая, когда имам выйдет на праздничную молитву, на молитву, заканчиваются. А потом уже читаются определенные тагбиры, то есть после каждой молитвы обязательно на протяжении праздничных дней. Ну да, так называемый тагбир мутлак. Да, тагбир мутлак. Почему мутлак? Почему мутлак? Мутлак потому, что он не ограничен каким-то временем, местом, либо же формой. Поминается в Сунне, что это может быть таглиль, повторение слов это может быть тахмид, произнесение слов альхамдулилла, это может быть тасбех, произнесение слов субханалла и так далее. Это тагбир мутлак, который все эти 10 дней во всех ситуациях, во всех местах желательно произносить. Но люди, к сожалению, либо их не произносят в наше время, либо же произносят перед праздничной молитвой незадолго и хором произносят. Это не в полной мере соответствует Сунне, потому что сподвижники они не призывали к этому. Они не видели, что пророк саласалем совершал тагбир и хором. Тогда спросите вы, как же совершать эти тагбиры? Каждый приходит в мечеть, либо же сидя у себя дома и совершает тот тагбир, который он искренне хочет посвятить Всевышнему Аллаху. И пусть это даже выглядит как-то вразнобой, не так красиво, как, скажем, коллективный тагбир, но нас заботит приближение ко Всевышнему Аллаху, следуя Сунне, посланника, саласалем. Поэтому мы знаем, что во всех наших делах необходимо соблюдение двух условий. Все вы об этом знаете. Это, с одной стороны, искренность, чего не отнимать у мусульман, и также правильность, что является следование Сунне. Именно о следовании Сунне многие люди забывают. Хорошо. С этим все понятно. То, что Всевышний Аллах выбрал эти 10 дней, избрал их. А что касается именно хаджа, который проходит именно в эти дни, в чем мудрость вообще этого поклонения? Просто часто бывает не мусульмане, другие, они не понимают этого. Типа, зачем мы должны идти туда, делать определенные какие-то обряды и так далее. Почему Аллах выбрал именно вот этот сезон, чтобы все мусульмане собрались в одном месте и посвятили вот эти вот 10 дней полностью. Мы знаем, что в эти дни они одевают одежду специальную и храм, чтобы все выглядели одинаково, чтобы беда не отличалась от богатого. Ты уже сам отвечаешь на свой вопрос. Продолжай, продолжай. Я именно и веду в чем мудрость этого всего. Можете кратко объяснить именно, чтобы не мусульмане поняли это? Нет, вопрос мудрости, это все будут наши предположения, так или иначе. Потому что истинную мудрость знает только Всевышний Аллах. Почему это точно так же, как спросить, почему в чем мудрость молитвы логр, четыре раката? Здесь уже разница в понятиях аля-илля с точки зрения знатокого сульфика и аль-хикма. Сейчас речь идет не об аля-илля, а аль-хикма. Поэтому можешь спокойно поговорить и представить. Ну, в первую очередь, я могу добавить от себя, что лунные месяцы, в отличие от солнечных месяцев, они всегда смещаются. Это первый момент, который многие не обращают внимания на мудрость и предписание Всевышним Аллахом именно лунного календаря. Потому что в Коране говорится, что количество месяцев перед Аллахом или же у Аллаха это 12 месяцев. Это 12 лунных месяцев. Потому что с видением луны мусульмане могут всегда и везде в любой точке земли связывать наступление месяца, либо же окончание месяца. Чего не всегда можно добиться в солнечном календаре. Поэтому одна из мудрости, как говорят некоторые ученые, того, что мусульманам предписан именно лунный календарь, это чтобы вкус поклонения мог прочувствовать мусульманин во все сезоны. Допустим, поститься зимой очень легко, но поститься летом очень сложно, поститься осенью, весной одно удовольствие. И ты будучи мусульманом, живя определенное количество лет, допустим, это 60 лет, как сказал посланник Аллаха, среднее количество жизни моей умы 60 лет, то в принципе за 33 года все эти лунные месяцы так или иначе смещаются. Тот же хадж за 33 года, если начался в какой-то точке, допустим, хадж у нас сейчас будет когда приблизительно? В июле. В июле. То через 33 года он снова будет в июле. И таким образом человек, средний мусульман, живя 60-66 лет, он дважды вот эти циклы поклонения во все сезоны года он прочувствует, будь то длинная ночь либо же длинный день. Это мудрость Всевышнего Аллаха, чтобы мусульман был готов всегда и везде поклоняться ему. Также из мудрости предписания хаджа, вне всякого сомнения, это единство и единение мусульман не только в делах, либо же не только физическое единство, которое бесспорно оно обеспечивается на высоком уровне именно вокруг Кабы, именно в эти дни. Человечество не знает такого уровня, как скажем, единения, которое знает оно во время хаджа, именно среди мусульман. И такого количества не знает. Посмотрите, на каких-то самых крупных концертах не мусульман, там собирается 100-200 тысяч человек на 1-2-3 дня и что потом становится с этой местностью. Ее потом месяцами приводят в порядок. Чего нельзя сказать во время хаджа. 4 миллиона мусульман, 2 миллиона мусульман собираются на протяжении 5 дней, 7 дней, проводят обряды и после этого они уходят. И в принципе эта местность, она какая была, такая остается с года в год. То есть настолько велика, можно сказать, дисциплина, в общем, дисциплина мусульман. Даже становится еще лучше. Становится каждым годом все лучше и лучше. Поэтому единение мусульман, как их намерений, как их сердец, как их поклонений, это является одной из целью предписания хаджа. Может быть, шейх Вадим также добавит что-то. Да, также хаджетов одно из, мы знаем, хаджета столб ислама. То есть человек, имея возможность финансовую, то есть материальную и физическую возможность, для него является обязательным совершить хадж один раз в жизни. Это важный момент. Почему один раз в жизни? Потому что на самом деле трудности, которые человек испытывает в хаджи, они очень огромны. То есть даже у посланника Аллаха салаллах алейху асалам спросили, есть ли джихад для женщин и детей. Он говорит, да, у них есть джихад. Это хадж или умр. Хадж умр. То есть это ихний джихад. Может, на самом деле, это очень большие усилия, очень много нужно терпения проявлять в хадже. С многими трудностями человек встречается в хадже. Это один из важных моментов. Также из мудрости также хаджа, то, что хадж, он пропитан тавхидом, единобожием. То есть все обряды хаджа, они так или иначе связаны с единобожием, с тавхидом, с тавхидом Аллаха начинаем хадж, когда тавав. Тавав ради Аллаха. Люди делают тавав, обход вокруг Кабы ради Аллаха. Приближаясь к Аллаху, не Кабе. Каллаху, субханавалу. А это очень важно. Некоторые думают, они поклоняются Кабе. Это вид поклонения тавав. То есть тавав, вид поклонения, то есть ритуальный обход, как молитва, как пост, точно так же и тавав. То есть это определенное, определенное количество нужно сделать обходов в определенном направлении и так далее. То есть есть свои, как свое определение, то есть свое начало тавав, а есть его завершение. Если их Вадим позволит, я добавлю, когда какие-то немусульмане задают вопрос, почему вы молитесь именно в сторону Кабы, то очевидный ответ напрашивается, ну в какую-то же сторону мусульмане должны молиться, правильно, в какую-то же сторону. Это просто направление, которое избрал Всевышний Аллах. А не почему такой вопрос задает, получается ты в какую бы сторону не стал, особенно если ты находишься в Мекке, именно в Маджиду-ль-Харам, то ты именно молишь на Кабу, с какой бы стороны, не просто в сторону, а именно в это строение молишься. Ну должно же быть. Поэтому они так говорят, типа, ваш Бог, что там живет в черной коробке, а у Зубеля такие вещи говорят. Ну если смотреть, например, ну грубо говоря, в других конфессиях, нам скажем, в юдаизме или в христианстве, они тоже молятся в какую-то сторону. То есть направление. Они молятся в сторону Иерусалима. 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 Мы тоже раньше молились в сторону Иерусалима. То есть, потому что там был храм когда-то, то есть, храм Всевышнего. Однако Всевышний Субханна Ватали захотел, чтобы мусульмане молились в его первый храм. Первый храм, который был возведен на земле, это было Каба, мы знаем. И, как мы знаем, внутри Каба, если человек молится, он может молиться в любое направление. В любое направление. Все верно. Да, то есть, Каба является храмом сама по себе. Вот это строение. Но изначально, оно не кубической формы. То есть, это тоже важно упомянуть. Оно было прямоугольное и с одной стороны оно было закругленное. То есть, вот эти вот фундаменты изначальные. То есть, это был храм, по сути. Просто было небольшое помещение, скажем. То есть, небольшого размера храм. Вот. Затем мы начали за единобожие в хаджи. Потом человек, совершая обход, он идет, совершает два раката. Два раката. Сунна. Два раката. И сунна является прочитать в этих двух ракатах две величайшие суры Кур'ана. Это Аль-Кафирун и это Сура Ихлас. Куль-Гуаллаху Ахад. Я бы хотел задать вопрос Шеху Вадиму, уточняющий, получается, если мусульман прочитает трижды Суру Куль-Гуаллаху Ахад, как будто бы он прочитал весь Кур'ан, такая же награда? На самом деле, когда мы говорим одна треть Кур'ана, мы говорим о смысле. То есть, смысл одной трети Кур'ана, это единобожие. То есть, там есть Ахкамы, то есть, Кур'ан, как ученые говорят, делятся, делятся в смысловом... На три категории. на три категории. То есть, первая категория, это единобожие, это имена Аллаха, атрибуты Аллаха, таухида Аллаха и так далее. Все, что связано с Всевышним Аллахом, субханаху ате аля. Вторая, это Ахкамы. Законоположение. Халяль-Харам. Халяль-Харам. То есть, можно, нельзя, жениться, ну и так далее. То есть, все моменты связаны с, скажем, таким воплощением в жизнь закона. То есть, истории тех, кто был до нас, те, кто, то есть, те, кто были раньше, те, кто будут в будущем и те, кто вот сейчас. То есть, это все, вот такие вот три категории. Уроки и назидания. уроки и назидания, истории и так далее. То есть, поэтому, говорят ученые, что одна треть Кур'ана имеется в виду именно смысловая, не одна треть по награде, там, или количество, имеется в виду смысловая. Законоположение. Потом мы говорили, о единобожии. Также потом человек совершает цай, да, то есть бег между холмами Асафа и Аль-Марва. То есть, это также ради Аллаха делается. И плюс, когда человек восходит на эти холмы, он делает дуа Аллаху, просит у Аллаха и так далее. Потом мы знаем, идет Йомуль Арафа, то есть, день Арафа. День Арафа – это день дуа. И лучшими словами в день Арафа, это является дуа, которые говорили пророки до нашего пророка, саллиллаху, али-и-вассаллиллаху, али-и-вассаллиллаху, это ля-и-ля-и-ля-ла-лах, вахдаху, ля-шарик аля, ля-гуль-мульку, ля-гуль-хамд, ваху, аля-гуль-и-шейн-кадир. Это самые лучшие слова и самые лучшие дуа в этот день. Затем, после того, как мусульмане заканчивают обряды Арафа, они едут ночевать в долину Муздалифа. Они там ночуют и потом совершают тоже величайшие обряды. Это уже 10-й день у нас идет. Это когда мусульман уже праздник. Худжаджи, то есть те люди, которые совершают хаджи, для них 10-й день самый интенсивный день. Я думаю, те, кто были в хаджи, они знают, что это самый сложный день в хаджи, самый такой, много-много-много всего нужно успеть сделать. Это и обриться, это и бросить камешки в джамарад. Таль также побивание шайтана, известно, как побивание шайтана, тоже ради Аллаха. То есть все, все, то есть если мы посмотрим в общем на хадж, это величайший обряд поклонения, который связан с таухидом Аллаха Субханавата. И хотел бы еще добавить то, что хадж, он все-таки несет, помимо духовной составляющей, еще очень много социальных аспектов, потому что и король, и бедняк, они одеты одинаково. Они одеты в храме, плюс-минус пребывают в одних и тех же условиях, в одних и тех же местах и делать одни и те же обряды. Все-таки как-то уравновешивает всех мусульман и устраняет какое-то недопонимание, зависть, либо же злобу. И как бы это ежегодно повторяется. Ежегодно те, кто пропитались этим духом, духом хаджа, возвращаются в свои страны, к своим народам и рассказывают этот ценный опыт. И оно как бы в какой-то степени разряжает обстановку всей мусульманской общения. Да. Вот это очень, кстати, важный аспект именно объединения мусульман в одном месте. Показать, что они перед Аллахом все равны. Абсолютно верно. И еще очень важный момент, то, что сказал шейх Вадим и то, что ты подрезюмировал, Амирхан, то, что с одной стороны важно объединение, а с другой стороны важно объединение на основе чего? На основе единобожия. Поэтому как будто весь хадж нам говорит, ваше объединение возможно только на основе единобожия. Не на основе каких-то интересов материальных, политических, и так далее. А именно на основе единобожия. То есть будет единобожия, будет единство. Не будет единобожия, не будет единства. Вот шейх Вадим упомянул именно про джамарад, кидание камушка, побивание шайтана. А можете рассказать историю почему именно побиваемый шайтан? В некоторых преданиях приводится. То есть когда Ибрагим алейхиссалям вел Исмаила к месту, которому указал Всевышний, для того, чтобы принести его в жертву, ему являлся шайтан и отговаривал его, отговаривал Ибрагима не повиноваться велению Всевышнего Аллаха. Однако Ибрагим был отцом мувахидов, отцом единобожников, и он искренне и со всей твердостью хотел выполнить то, что ему Всевышний Аллах Субханава Таля внушил. И он когда ему появлялся шайтан, он бросал в шайтана камни, отгоняя его, отгоняя шайтана. И таким образом вот в этих вот трех местах ему являлся шайтан, и он его отгонял, бросая в него камешки. То есть тем самым мы соблюдаем сунну Ибрагима. Тем самым абсолютно точно тем самым мы соблюдаем сунну Ибрагима Алейхиссалям. А когда мы делаем саи, то мы соблюдаем сунну хаджир. Алейхиссалям. То есть хадж, то есть некоторые думают это нововведение, как шейх Абдалла говорил, что хадж это нововведение, которое придумали мусульмане, то есть не было до этого хадж, до того, как появился ислам хадж. На самом деле хадж был еще временем до ислама. Но только со временем, когда появилось многобожие на аравийском полуострове, туда внесли очень много элементов многобожия. И пророк Саиллах Алейхиссалям ничего не придумал от себя. Он просто очистил хадж от многобожия. Оставил его тем, изначальным, который был хадж Ибрагим Алейхиссалям. Мы плавно переходим именно к обсуждению праздника, который наступит очень скоро. Это второй великий праздник мусульман Айдуль Адха Курбан Байрам, который известен среди нас. И прежде чем мы перейдем, прошу вас подписаться на наш канал, поставить лайки, нажимать на колокольчик и поделиться этим видео. Также хочу напомнить, что у нас есть отдельный канал, который называется Имам Андрей, нашего шейха Андрея. тоже также прошу подписаться на него и слушать его интересные худбы. А мы продолжаем. Итак, давайте также начнем с истории именно возникновения этого праздника. Шейх Андрей вначале о нем рассказал. Вкратце, из чего состоит праздник, что нужно делать в этом празднике, по суни, как его проводить именно современным мусульманам, сейчас находясь, которые не находятся там, в Саудовской Аравии, а именно здесь, например, в Украине. Всевышний Аллах говорит в Коране «фасоли ли робби каванхар» то есть молись своему Господу и приноси жертву животное, жертвенное. Этот аят является великой, одной из великих основ для праздника. В исламе существует всего два праздника. И это не праздник Новый Год или День Рождения или еще какой-то. Это два праздника. Праздник разговения после окончания Рамадана и праздник праздник жертвоприношения, в преддверии которого мы сейчас находимся. Основа праздника, как ранее упоминалось уже в нашей встрече, это сунна пророка Ибрагима которую возобновил посланник Аллаха Мухаммад. Пророк Саусалим показал как праздновать этот день, что делать в этот день. Естественно самым известным действием которое совершается в этот день после праздничной молитвы это и является жертвоприношение. То есть когда мусульмане в качестве приближения ко Всевышнему Аллаху, в качестве поклонения Всевышнему Аллаху зарезают жертвенные животные. Это может быть баран, это может быть корова, это может быть верблюд. И мусульмане в этот день занимаются в основном тем, что приносят жертву животные. Не потому, что они голодные, не потому, что они кровожадные, как кто-то считает, а потому, что они приближаются таким образом к Аллаху, как это делал пророк Мухаммад Саусалим. А пророк Мухаммад Саусалим делал так, как делал пророк Ибрагим, про отец всех пророков. Таким образом мы видим преемственность всех пророческих миссий, которая завершается на последнем пророке Мухаммаде Также мусульмане празднуют этот день различными дозволенными способами. Я бы хотел обратить внимание, что иногда мусульмане забывают и переходят границы дозволенного, рамки дозволенного, делая что-то запретное в этот месяц. Это может отличаться от местности к местности. Допустим, то, что актуально здесь у нас в Украине, может быть, не актуально в Турции, и в Турции не актуально то, что в других местах и наоборот. Но все мы ограничены одними законами Аллаха и не должны забывать, особенно в праздник, что есть определенные запреты, которые нельзя переступать. Также из некоторых сун дня жертвоприношения это то, что мусульману желательно помыться перед тем, как он отправляется на праздничную молитву, побрызгаться хорошими духами, самыми лучшими, которые есть у него дома, одеть лучшую одежду, взять семью, взять детей и отправиться в мечеть, желательно пешком, если есть такая возможность. Желательно идти в мечеть одной дорогой, а возвращаться совсем другим путем, для того, чтобы увидеть побольше людей, побольше мусульман, поприветствовать их и разнести эту радостную весть о празднике жертвоприношения. Это вкратце о празднике жертвоприношения. Все мы были в исламских странах, много лет там жили и знаем, как проводят там именно Курбан-Байран. То есть, я, например, расскажу, в Египте. В Египте на каждом шагу режут барана, все в крови, в подъездах. Там с этим как бы это нормально, потому что все это празднует и они знают, что этот праздник жертвоприношения. Хорошо, а в Украине так это же не получится это делать, нужно сделать когда цивильно. Вот. И как именно в Украине проводится Курбан-Байран? Обычно в Украине это проводится централизованно, как-то более организованно. То есть, зачастую это при мечетях либо при исламских культурных центрах как в Киеве, так и в других городах собираются определенное количество. То есть, например, один барашек будет стоить 100-150 долларов обычно, плюс-минус. То есть, человек, который хочет совершить Курбан, то есть, зарезать жертвенное животное, относит или дает деньги на покупку этого животного, он может приезжать, потом может либо сам приехать, либо потом те, режет животное, они снимают на видео от его имени, зарезается барашек. То есть, не обязательно, чтобы человек сам резал, можно кому-то поручить, да, можно поручить, просто есть его имени. не могут резать, это нужно уметь резать, не каждый может, то есть, есть определенные условия, как нужно резать, то есть, определенное, каким образом, я, нет, а ты, я резал, один раз, один раз, один раз, не на Курбана, именно на Африку, вот, ну, это, как бы, скажем, большой минус, наверное, что, что мы не резали, что у нас нет опыта в этом вопросе, мы об этом говорим теоретически, а практически, когда это дело доходит, мы перепоручаем кому-то. Нету опыта, потому что, например, вот сейчас есть исламский царь, а если ты, например, уедешь куда-то, и ты не знаешь, и не умеешь, все сделаешь, здесь как бы все сделала, сделала, как бы, упрощенно, централизованно. Просто деньги передал, от моего имени сказал, от такого-то, такого-то зарежьте, они все записали, зарезали, тебе видео сняли, отправили, все. Но, может быть, случится так, что у тебя не будет такой возможности, ты захочешь сделать Курбан, и ты не умеешь, ну, то есть, не умеешь, не знаешь, каким образом, как резать и так далее. То есть, либо своих детей обучить этому. То есть, это же, это же обряд поклонения. именно. То есть, мы же учим, обучаем наших детей намазу, посту, хаджи и так далее. Это тоже обряд поклонения, которое мы сами, это большой наш минус, мы, тем не менее, должны это, я думаю, как-то исправить, и наших детей научить, чтобы они своих, своим детям передали это знание и так далее. Я знаю, по сути, что желательно, чтобы собрать семью, чтобы они видели, как они режут животное, чтобы они смотрели на это. Поэтому, вот так. Это в основном, вот в наших странах это так более централизованно делается, то есть, организации собираются, режутся на бойнях, то есть, не где-то там на улице, там где-то там в парадных, где-то, или во дворах, дому. Нет, это более так, именно я говорю за Киев, там за Украину, в принципе, плюс-минус так. Так же, как я знаю, животное не должно мучиться. Да, есть много, острый, много условий, да, условий, есть много условий и к животному, есть много условий и к самому процессу забоя и так далее. И к тому, кто режет. Да, и тому, кто режет и так далее. Поэтому, это тоже такая тема большая, глобальная. Я хочу сказать милосердие, да, ислама, в том, как, чтобы даже животное не мучилось. Да, да. Отдельный хадис на эту тему, где пророк социальным запретил мучить животных и сказал, что если ты режешь, то как можно более сильно заточи свое лезвие, чтобы, понятно, для чего, чтобы животное не испытывало страха или ужаса. хорошо. Мы зарезали животное. Что происходит дальше? Прежде чем, прежде чем вообще животное резать, да, я знаю, что первое по сунне, что человек должен попробовать на праздник, это мясо жертвенное животное. является сунной перед тем, как отправиться на молитву праздничную ничего не кушать, а покушать в этот день с своего курбана, то есть с того курбана, который человек зарезал именно с этого мяса. Это является сунной. А в праздник жертвоприношения, в праздник разговения, наоборот, покушать, что-то поесть и потом отправиться. По поводу мяса, мы говорим, например, зарезал человек барашка. То есть каким образом ему распределить его? То есть он одну треть может обычно, то есть желательно, одну треть может оставить себе, себе, своей семье. Вторую треть это раздать соседям, близким, друзьям. И последнюю треть то есть треть раздать бедными и нуждающимся. это будет самый лучший, самый лучший способ распределения. Он может его полностью весь отдать нуждающимся. А может полностью сам себе оставить, может? Не знаю, может. То есть, как я знаю, раздавать это сунно. Да. Например, порезал и полностью себе оставил. Так возможно. Бывает момент, но бывает в разных странах. Например, не найдет нуждающихся. Что ему делать? Или бывает некоторые, ну, не хотят мяса, не едят мясо, покажи такого человека. Вегетари, а ох, я как и много развелось. Я бы хотел про другой, более важный вопрос сказать. Или обратить внимание, что когда, когда человек уже вознамерился зарезать жертвенное животное и уже наступили эти, эти 10 дней, месяца Адоль Хиджа, первые 10 дней, то этот человек, он не должен укорачивать свои ногти или свои волосы. Это является сунной. То есть, допустим, я хочу зарезать животное жертвенное. И это намерился на пятый день, например. Все, с момента, как я намерился, я не могу уже в соответствии с сунной укорачивать свои волосы или боже ногти. Это, в связи с этим вопрос возникает, резать животное не обязательно, это является сунной. То есть, человек, если у него нет средств, чтобы купить, то он может этого не делать. В чем мудрость вообще этого праздника? Чему он нас учит? Вообще, все праздники мусульман, все праздники, все собрания, все события, все оно учит одному, но самым важному, что поклоняться нужно только единому Аллаху и никому-то другому. Это самый важный и единственный урок, который является самоцелью. И, по сути, это есть исламом. Что такое ислам? Это подчинение Аллаху Единому посредством слов и дел, как явных, так и скрытых, которые он любит и которыми он доволен. По сути, все эти вещи, которые узаконены в исламе, даже праздники, в том числе, они преследуют одну цель. Это реализовать единобожие в жизни каждого человека. Еще такой один важный вопрос и, может, это будет как наставление нашим зрителям. Часто бывает, что во время праздников, что Айдель Фитр, что Айдель Атха, люди начинают поднимать цены свои на продукты. Например, на Курбан Байрам начинают в два или три дорого продавать баранов. Это что касается мусульманских стран. Вообще, можно так делать или нет в исламе? То есть, получается, у него баран стоит одну цену, но именно в праздник, когда он знает, что будет наплыв большой и много мусульман будут резать, он поднимает цену. Насколько мне известно, подобные вещи нельзя делать только в двух моментах. Первое, это продукты первой необходимости, и второе, когда в них есть непосредственная нужда. То есть, такие вещи не могут иметь места. Если же это касается каких-то дополнительных вещей, сумм каких-то, которые человек может сделать, может не сделать, может выжить без этого, ну и так далее, то Аллаху Алим, что это не является порицаемым. Просто, если человек излишне повысит цены на свою продукцию, излишне, общество просто у него не купит, и он будет вынужден их понизить. Если же общество покупает в это время этот вид продукции, значит, в принципе, все в порядке, и у них есть деньги, и нужды такой нет. Часто будет, общество покупает и жалуется, что они именно в праздник начинают поднимать цены. У нас, например, такого нет. У нас, да, потому что у нас как кунсульман мало, хоть в праздник, хоть не в праздник, одна цена плюс-минус. Я именно говорю именно мусульманский. Если честно, первый раз. Это есть, это есть, тенденция, она существует, но лично я никакого запрета прямого этому не вижу. Просто если человек излишне высокую поставить цену, у него просто могут не купить, и он поймет, что ему следует пересмотреть свой подход к купле-продаже, все. И если это продукты не первой необходимости, и не в, допустим, какая-то трудность, наводнение, ураган, и люди, люди без хлеба, и муку продают по суперзавышенной цене, вот это нельзя. Если же это касается мяса в день праздника, то, что является желательным, необязательным, то здесь более, как бы, гибкий подход ислам. Аллаху алим. Но это ни в коем случае не призыв к действию тех людей, которые этим занимаются. А продавцы тоже должны понимать, что они, являясь мусульманами, они, выставляя адекватную цену на ту или иную продукцию в исламские праздники, они также получают награду, потому что они своей ценой, они также принимают участие в возвеличивании религии Аллаха. Поэтому к продавцам также хотел бы обратиться, чтобы они не пользовались этой возможностью, а чуть-чуть грамотно подходили, чтобы было хорошо и им, и другим мусульманам. Хорошо. А как правильно поздравлять в этот праздник мусульманам? Есть какие-нибудь поздравления по Сунне? Ну, известно, в Сунне приходят, что сподвижники после праздничной молитвы поздравляли всех словами это «Каббалаллах», «Минна ваминкум», пусть Аллах примет от вас и от нас благие деяния и так далее. Нету какого-то запрета на поздравления абсолютно. Наоборот, это праздничные дни радости, дни благодарности Всевышнему Аллаху, Субханава Аталя, дни радости мусульманам. Поэтому, наоборот, нужно в эти дни больше поздравлять, больше ходить друг к другу в гости, дарить подарки и так далее. То есть это прекрасная, прекрасная традиция. Если мусульмане дарят на какие-то свои праздники, то мы должны все-таки больше сконцентрироваться на своих праздниках. То, что мусульмане, то, что не мусульмане дарят там свой Новый год, день рождения, мусульмане должны дарить в эти праздники, тем самым они возвеличат эти особые дни. Я думаю, что мусульмане должны с размахом праздновать эти праздники, чтобы детям тоже так же показать, прививать детям любовь к праздникам, чтобы их отдалить от праздников не мусульман. И завершая наш сегодняшний выпуск, мы нашим коллективам хотим поздравить всех мусульман с наступающим праздником Айдуль Адха. Вы смотрели ЧБ подкаст, не забывайте подписываться на наш канал, если вы еще не подписались, поставить лайк и нажимать на колокольчик. А мы с вами прощаемся. Ссаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Айдуль Адха. 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 Продолжение следует...